Может кто-то загуглиться на тему белорусско-российских отношений. Это конфликт двух мудаков. Надо разобраться, куда мы будем ступать. Нас уже готовы. Сейчас уже хомут на нас одели и тянут туда. Но если мы пойдем в Россию, то мы идем в тупик. Хорошо, конечно, надо. Мы все русские. Только независимый Беларусь. У меня вообще внутри стынет все, и кровь перестает циркулировать, когда идет вот такой разговор. Слушайте, ну что мы деремся? Поэтому мы не против. Володя, мы не против. Надо вот именно воспользоваться этим шансом, объединиться, и чтобы Россия из большой стала великой. Сдал Беларусь за бочку нефти. От гремели новогодние праздники. Доедены салаты и выпито шампанское. Благополучие вам нового года. 2019-й начался для белорусов с тяжелого вздоха Лукашенко. И тяжело дышится неспроста. Осознание приближающегося большого П вырывается на рожу. Для нашей страны, для нашего народа, не только 19-й, но и 20-й год будет непростым. Правда, это уже не впервой. Мы прожили очень сложный год. Это был экстремальный год. Честно говоря, я даже не помню таких. Сегодня всем нам непросто. И в это сложное время, а год будущий будет очень тяжелым. Смею рискнуть заявить, что такого года еще в истории нашей страны не было. Я обращаюсь к вам в непростое время. Как бы тяжело ни было, мы не сидим сложа руки, и активно продолжаем модернизацию белорусской промышленности. Как будут решаться задачи непростого текущего года? Мы давали тогда себе отчет, что этот год будет непростой. Сегодня уже не имеет значения, каким он был. Важно, что он был. Еще раз подчеркиваю, год был непростой, год был сложный. Но что на него пенять? Пенять надо на себя. Я хочу, несмотря на острый период в нашей жизни, сказать вам откровенно. Завершается девятый год непростой, как для всего мира, так естественно и для нашей страны. Если говорить прямо, уходящий год был, пожалуй, самым сложным в истории нашего молодого государства. Но впереди новые рубежи, но впереди новая жизнь. Но это не точно. И если прошлые года были тяжелыми с учетом всесторонней поддержки России, то сейчас все наоборот. Из-за той же России. Она больше не хочет продавать Беларуси нефть и газ по сниженным ценам. И даже выставляет ультиматум. Ваше место у параши. Вот уже месяц в информационном пространстве обеих стран витают слухи то о возможном присоединении Беларуси к России, то о более глубокой интеграции между двумя странами, то и вовсе о приближающейся войне. Автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним. Не дай бог война, мы раздадим каждую семью. В новую реальность общественность толкнул своим заявлением российский премьер Дмитрий Медведев. Он предложил два варианта развития дальнейших событий. Без интеграции и, соответственно, без денег из Москвы. Или с интеграцией, но уже с единой валютой и единой страной. Создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, счетной палаты. В единстве наша сила нам предками дана. Единая Россия, единая страна. Однако уж настолько жесточайшего разрыва шаблона в своих действиях гарант белорусского суверенитета допустить явно не мог. Уже на следующий день он ответил Медведеву. Шантажировать нас, пытаться наклонить, стать коленом на грудь бесполезно. Если нас хотят, как Жириновский ваш предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. Однако не стоит забывать, что Александр Григорьевич из числа тех, кто сначала говорит одно, а потом другое. Даже в рамках одной пресс-конференции. И даже в рамках одного ответа. И вопросов в итоге появляется еще больше. Россия готова сегодня принять Беларусь областями или целиком состав России? Вы подумайте о последствиях. Вы готовы к этому? И как на это посмотрят в нашей стране? Да и в вашей? Да и международная так называемая общественность? Не мытьем, так катанем инкорпорация страны в состав другой страны. Ладно, может быть, мы и к этому придем. Может к этому, но к этому надо идти, не создавая вот этих проблем. Тогда же самый ненаклоняемый президент пообещал порешать все вопросы уже на ближайшей встрече с Путиным. Если уж мы не договоримся, ну тогда вот здесь будет зиять огромные дыра в нашей интеграции. Дыра в интеграции и дыра в экономике. Я их называю дырявыми. Дважды в течение одной недели летал Лукашенко в Москву на закрытые встречи с Путиным. Жирные университеты. Это вот для пюре и драни. Отлично. Там все внутри упоповано, а это внешне свое. Спасибо. Ну что, мы нелюди, давай друзьями лучшими станем. Ты обеспечишь газом всю Беларусь мою, а я тебе в аван мешок картошки подгоню. Да что мешок, да даже два тебе отдам. И шелучку, укропчику, капусты, птикачан. Но даже четыре мешка самой лучшей и элитной бульбы из президентского подворья, подаренные российскому коллеге, не помогли урегулировать разногласий. Ведь мухи отдельно, драники отдельно. А так как денег в России не дали... Под плеткой мы больше никогда ходить не будем. И в подтверждение этих слов, глава Беларуси даже заговорил народной мове, что для беларусов сродни настоящему чуду. Последний раз такое случалось аж четыре года назад. С тагоддями выховывался, гортовался наш национальный характер. Сначала по-белорусски, а потом и нацмены с ружьем, и НАТО. Ведь если аргументы про гниение в одних окопах и единый народ уже не срабатывают, то можно начать пугать Украиной. Неужели кое-кому в России Украины не хватает? Я часто ночью закрыл глаза, представляю, что у меня под Гомелем будут стоять ракеты с ядерными боеголовками, а у вас там под Ростовом. Каково? Мы что, этого хотим? Хотя, с другой стороны логики, НАТО – это хорошо. Все боятся, что там будет НАТО. Я недавно, Владимир Владимирович сказал, «Слушай, мы с тобой скоро Господа будем просить, чтобы там было НАТО, а не отмороженные нацмены с ружьем. Вот до чего мы можем довести. Поэтому пока не поздно, надо башку в руки взять и не кричать гвалтом, а что-то сделать, чтобы это прекратить». Но и тут не срабатывает. Приходится в очередной раз отправляться на поиски альтернативы российской нефти. Не надо считать, что это катастрофа. Ну, изберут, если изберут россияне такой путь, руководство России, движение и потери единственного союзника на западном направлении. Ну, это их выбор. Мы же их заставить не можем. Но куда ж идти, если у тебя в друзьях одни лишь суданцы и зимбабвейцы, которым даже в помещении холодно. Мы очень переживаем за вас. Единственный выход для Лукашенко – расслабиться. «Надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит, даже сильного и слабого». Так что, как говорится, думая о хорошем. «Надо радоваться. Не надо напрягаться». Да и нефть отнюдь не главная проблема. В крайнем случае, если хорошо поискать, то можно найти черное золото даже там, где его никогда не было. «Мне кажется, что все-таки нефть у нас где-то есть». К слову, на фоне политического конфликта с руководством России, импорт нефти из восточной соседки сокращается до исторического минимума. Уже в ноябре минувшего года Беларусь импортировала из России всего лишь 25 тысяч тонн нефтепродуктов. Почти в 10 раз меньше, чем обычно. Есть и другой рекорд – положительный. Всего за 2018 из белорусских скважин добыли более полутора миллиона тонн нефти. «Но если есть нефть, мне кажется, не может быть, чтобы где-то не прорвало природным газом. Я надеюсь». Споткнувшись о ни одну газовую, нефтяную, сахарную, молочную, мясную и даже информационную войну с ближайшим союзниками братом, Лукашенко все чаще говорит о равных условиях. «На равных условиях. Союз – пожалуйста. Объединение – пожалуйста. Но только это люди должны решить, а не мы». И слово «людям». «Я сам россиянин, знаете. Сыт и голодом, а не товарищ». «Мы не сможем управлять своей валютой, не сможем девальвировать, когда нам удобно. А про суд так и нечего говорить. В России, если честно, что тут, что там, но в России, по-моему, хуже коррупция. И вообще, это какой-то выбор между двух зол. Ну, по-моему, лучше уж остаться независимым, хоть на словах, чтобы видимость какая-то оставалась». «Только независимая Беларусь. Только Беларусь». «Мы же государство самостоятельное, поэтому мы считаем, что надо иметь свое, все свое. А с ними просто надо договариваться. Если мы пойдем в Россию, то мы идем в тупик». «С Россией оставаться опасно, потому что она манипулирует нами, как может, и использует для этого любые вообще возможности». «Очень хорошо жить в той стране, которая не разрывается между Западом и Востоком, а умеет договориться и с теми, и с теми». «Будем придерживаться нейтралитета и там, и там». «У России слишком много проблем сегодня. Хочется, чтобы у нас таких проблем не было». «Беларусь всегда боролась за независимость. Мы всегда были там свободной, независимой страной». «Я за суверенитет». «Если честно, то я как бы 50 на 50». «Я готов бы заплатить за это, а лишь бы суверенитет застался». «Каждая страна должна быть самостоятельна, и в состав никого входить не надо. Но нужно уметь договариваться». «Я против, конечно». «То есть это ухудшило бы ситуацию?» «Конечно, намного бы ухудшило бы». «А вообще Крастрофа будет? Кому присоединяться? К ЛСБ российской?» «Но если и в Минске решат остаться без России, то будущее Беларуси призрачно. Россия, конечно же, ослабеет, но Беларуси просто не будет». «Страшно». Правда, на радость Кремлю встречаются еще на улицах Минска и экспонаты, что верят в счастливое будущее в объятиях империи. «Мол, будет у нас как в Москве, а не как в каком-нибудь Мухосранске, Крыму, Осетии, Абхазии или Приднестровье». «С Россией, конечно». «А почему?» «Она нам ближе, Россия, мы тоже Российка». «Я бы, если честно, дал свое согласие, если бы проходило какое-то голосование, чтобы вступить, ну как бы объединить Беларусь вместе с Россией». «А это как-то бы помогло нам?» «Считаю, что да, как бы большой брат России, ну мы как бы под его крылом». «Конечно надо, мы все русские». «Это все-таки наши братья, мы все православные, поэтому я только за них». «Мое мнение, что, ну как я думаю, что Путин это человек, который не то чтобы достоин того, чтобы иметь большое государство в своем распоряжении. Он очень правильно думает по поводу управления страной». «Такого, как Путин, полного сил, такого, как Путин, чтобы не бил». «Нам было бы неплохо стать частью России». «Идиот». Вот только куда объединяться, если мы и так уже один народ? «Мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом. Беларусь это русский со знаком качества». Также Лукашенко говорил и раньше, попутно сетуя, что власти России отошли от подписания союзных документов. «Мы просто один народ. Фактически один народ, о чем здесь может идти речь. Отойти от идеи единения нашего государства – это политическая смерть для белорусского президента. Это была одной из основ моей политики, а один из краевольных камней моей политики. Меня никто за язык, ведь, не тянул». «Никто не тянул за язык» Лукашенко и когда он обвинял Россию в том, что та не провела референдум о союзном государстве. «Главное, что должен был бы пройти референдум этой года три тому назад, а может и больше. Но Россия не захотела пойти на референдум. Она, извините, похерила этот договор союзный. Вы его почитаете, вы же не закрыты. И увидите, где они нарушили». «Уранье». В общем, хоть Дамоклов меч под названием «Договор о союзном государстве» Лукашенко над головой белорусов повесил самостоятельно, шансы остаться целыми все еще есть. «А кто с мечом к нам придет, мы у него меч отберем». Только придется потерпеть. Год-то будет тяжелым. Да и не только год. «Каким вы видите идеальное будущее Беларуси?» «Я идеального будущего Беларуси не вижу. В нашей Беларуси идеального будущего никогда не будет». Продолжение следует... Продолжение следует...